Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут Горин Кирилл Константинович, я педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района. Позвольте вам представить программу «Зоолог-исследователь», разработкой которой я занимался. Исследование – это один из основных методов познания человеком окружающего мира. При развитии исследовательских умений, освоении научного метода, способности правильно анализировать и интерпретировать данные, значительно расширяется круг возможностей ребенка, что способствует его интеллектуальному росту и самоопределению в дальнейшей жизни. Зоологическая наука является хорошим инструментом не только для формирования вышеперечисленных качеств, но и для понимания учащимися ценности жизни во всех ее проявлениях. Изучая зоологическую науку, дети учатся бережному отношению к живым организмам, осознают хрупкость взаимосвязей в природе. Формирование экологической культуры учащихся – важное требование времени, которое находит свое отражение не только в том, что мы видим вокруг, но и в законодательстве Российской Федерации и города Санкт-Петербурга. Наравне с этим в современном образовании наиболее важным является развитие личности, способной к дальнейшему самоопределить. Программа рассчитана на возраст 11-15 лет, и выбор этот не случайен, поскольку именно в этом возрасте ребята начинают чувствовать себя самостоятельными, обретают независимость и включают себя в различные социальные группы. Часто такими социальными группами становится объединение в дополнительном образовании. Цель программы – формирование социально значимых качеств личности, экологической культуры и научного мировоззрения через исследовательскую деятельность. Обращаю ваше внимание на широкий спектр задач – обучающие, воспитательные и развивающие. Задержание программы условно разделено на изучение биологии и экологии, дающие возможность получить общее представление о предмете науки, исследовательскую деятельность, формирующая универсальные знания, умения и навыки, и работу в коллективе юных исследователей, развивающие социально значимые качества личности при подготовке к публичным мероприятиям, а также жизни в полевых условиях. Одним из наиболее значимых разделов программы является технология научного исследования. Она включена в два года обучения и начинается в конце первого, а заканчивается в начале второго. Такое построение программы позволяет расширить спектр возможностей учащихся, сформировав у ребенка компетенции исследователя перед изучением экологии, знакомство с которой предполагает умение находить взаимосвязи между явлениями. Таким образом, на втором году обучения дети подготовлены к формированию системного мышления при изучении природных комплексов. Третий год обучения посвящен более сложным закономерностям живой природы, взаимоотношению организмов, а также их эволюции. На этом этапе ребята учатся взаимодействовать между собой и создавать свои научные проекты, делясь данными и результатами исследований. В уже не трех лет учащиеся знакомятся с основами туристской подготовки и безопасного поведения в природных условиях, что необходимо для полевых исследований и практик. Отдельное время уделено подготовке к олимпиадам, конференциям и конкурсам. Три слова, которыми я могу ухарактеризовать свою деятельность в объединении зоолог-исследователь, это наука, хорошая компания и саморазвитие. Мои достижения за время обучения по программе зоолог-исследователь это поступление в академическую гимназию без экзаменов, стажировка в Ботаническом институте Российской академии наук, победа в Олимпиаде Санкт-Петербургского государственного университета. После прохождения программы зоолог-исследователь я смогла поступить в Российский государственный педагогический университет имени Александра Ивановича Герцена на факультет биологии. Спасибо за внимание! До новых встреч!